В следующий день, в субботу, я посетила четверых. На тот момент это Илья Шахурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчеринцев, Андрей Чернов, которые находились в СИЗО. Арман Саганбаев, он находился в Саратове. По федеральному законодательству я имею право находиться и общаться один на один. За нами только можно смотреть, поэтому я с ними чуть-чуть пообщалась. Почему Вы 17 февраля, первую встречу с уполномоченным, мне рассказали, что с Вами произошло? Потому что 10 февраля 18 года, то есть за неделю до этого, меня переселяли опять в пустой корпус, били током. Угрожали построить мое самоубийство и сказали, чтобы я соглашался со следователем, даже если он заставляет меня называть черное дело. И когда я 14 февраля 18 года приехал на допрос, следователь в отсутствие адвокатов сказал мне, что оперативники у меня все еще недовольны, что я должен молчать, что я должен говорить свою жену, не общаться с средствами масс-информации, с правозащитниками, что я, в общем-то, должен совсем соглашаться, стремиться попасть в кирму. Я сидел в шапке, с мужчином лицом, то есть я смотрел вниз, но я вообще не смотрел руки, я боялся ей показать, потому что у меня руки все были стерты от пола, то есть они были сазины большие. Было очень жарко, я действительно был в настолько подавленном состоянии, что у меня цеплю слезы, и когда так вышло случайно, что слезы начали падать, там несколько пальцев с резинок упали на стол, я снял с себя шапку и вытер их, чтобы она не успела их увидеть. После чего она увидела у меня на лбе ссадину и спросила, откуда она у меня. Я сказал, что я не помню, наверное, где-то упал. И шапурские пчелинцы были в подавленном состоянии. Я рассказывала о том, почему я здесь нахожусь, рассказала о жалобе, которая поступила. И пчелинцы, и шапурские отказались разговаривать на тему того, что в отношении их были приведены улыбки. Когда я спросила Пчелинцева, почему, он отказывается говорить, и откуда тогда вот это вот письмо и обращение его и от адвоката, и, соответственно, от Алексеева. Он сказал, что я хотела задержать уголовную ответственность. Поэтому я тоже написала такое письмо. Вы какие-нибудь следы видели на лице? Когда он снял шапку, мы с ним когда общались, он снял шапку. У него на лице было такое красное пятно. Я ему спросила, что это такое. Ну, он на какой-то потолок такой характер сослался. Каких-то других я следов не видела, потому что он был полностью одет, соответственно, ничего другого я видеть не могла. С 16 февраля я был на выезде и находился в здании ФСБ, где ко мне приводили маму, которая меня уговаривала все-таки подписывать признательные показания. И сотрудники ФСБ дали мне понять то, что к Диме снова применялось насилие и то, что ко мне может снова применяться насилие. И я вот в таком состоянии находился. Поэтому, когда ко мне пришла Елена Николаевна, вот, по-моему, вот как раз это получается на следующий день. Поэтому я в таком состоянии находился, что я вообще боялся, кому Дима вообще что-то говорит. Вот, я даже сам боялся думать об этом. Я не хотел говорить вообще. Он единственное, о чем меня попросил, я пыталась как-то его разговаривать, но ему было, повторюсь, он очень в подавленном состоянии. Он попросил только психологическую помощь ему оказать и очень переживал со своей матью. Он действительно у меня несколько раз спрашивала, почему я заявлял о пытках, а сейчас отказываюсь. Я ей несколько раз так же одними теми же словами и говорил. Я завидел о пытках с целью ухода от головы ответственности. Она мне еще раз спросила. Я еще раз ответила. Она меня еще раз спросила. Я снова теми же словами ей ответил, давая ей понять, что я заученную фразу повторяю. На что она спросила и сказала, что ничего ты не соврал. Ты можешь мне довериться и сказать, как есть. Я говорю, я не могу вам довериться. Понимаете? Больше никому не могу довериться. Потом я уже по итогам мониторингов СМИ, где-то, наверное, 30 мая, да, я посетила повторно, когда уже прочитала о том, что они подтверждают снова пытки. Я уже встретилась с Пчелинцевым и Шапурским. Они подтвердили то, что в отношении них были применены пытки. И, соответственно, я также по компетенции отправила в прокуратуру и в следственный отдел военной прокуратуры. Ответы также пришли о том, что проведена проверка и, соответственно, состав преступления. Сказал, что в отношении него три раза применялись пытки. 28-го, 8-го, 28-го, 10-го, 17-го, 8-го, 11-го, 17-го и 10-го, 22-го, 18-го. Два раза с использованием тока. Я у него спросила, сможешь ли узнать сотрудников, которые это делали, он говорит, да. Потом он мне на листочке нарисовал как бы место, где его пытали в следственном изоляторе. Затем я пошла к Шапурскому. Шапурский тоже подтвердил, уже сказал, что да, действительно, в отношении у меня тоже были проведены пытки. Я только не помню, конкретно говорил, 2-го и 3-го и до 17-го года. Тоже, по его мнению, это были сотрудники ФСБ. А вот Вы сказали, когда Пчелинцев снял шапку, Вы увидели в него там что-то, какое-то, так сказать, телесное повреждение, как Вы сказали, да? Ну, не телесное повреждение. А что Вы? Ну, телесное повреждение, это красное что-то. Под шапки не видно. Он ее снял. Он ее снял. Да, да. Вот здесь где. Ничего никаких не видели телесных повреждений? Ну, он был одет, я больше ничего не видела. Больше ничего? Не могла увидеть. Ну, я ничего не видел. Пояснил Пчелинцев и Шапурский о том, что вот они первый день на фабрику твердит, а второй раз твердит. Из-за угроз, которые сотрудники ФСБ. Дмитрий говорил о том, что они к нему приходят без приглашения, без администрации? Да, проводился. Это единственное должностное лицо в Пензе, которое действительно работает, во-первых, во-вторых, которое действительно выработало. И, по сути, все эти проверки, которые проводились, вот если бы у полномоченных права человека в Пензеской области действительно было больше полномочий, то мы бы сейчас здесь не находились. Но таких полномочий у полномочивого нет извержений. Поэтому я считаю, что необходимо поднимать вопрос на расширение этих полномочий. Собственно, ну, мы ни разу не пожалели, что вы все равно доверились ей. Елена Николаевна единственная, кому лично я, например, она одна из немногих, кому я решил довериться, и я бы не дожурел. Вот, и я, в принципе, ей благодарен за то, что она сделала все, что могла сделать и что было в ее полномочиях. Поэтому многие приходили, просто выслушали мои жалобы и не смотрели даже мне в глаза. А Елена Николаевна, она и выслушала, и, как в дальнейшем стало известно, проникнулись тем, о чем я и говорил, и видел мое состояние. И, думаю, она в полной мере описалась. Если у Роговой недостаточно полномочий, чтобы прекратить пытки в колониях, у кого эти полномочия есть и кто их может прекратить? В принципе, такие полномочия, я полагаю, есть у Совета по правам человека и развития гражданского общества под президентом. Но, насколько они нам не обещали приехать, никто так к нам не приехал. Они приезжали в Санкт-Петербург, им казалось, что этого достаточно. А то, что у нас есть такая глубинка, где совершенно не работает закон. Собственно, я думаю, им известно, но они почему-то решили прогнорировать. Левый проводок к чему у вас цепляли? К большим пальцам ног 28 октября 2017 года. И, насколько я понял, они цепляли ко всем пальцам по очереди, чтобы не осталось свидок 10 февраля 2018 года. Скажите, пожалуйста, у вас на сегодняшний день есть какие-то попреждения, остались попреждения? Да, я, в принципе, на больших пальцах ног вижу неровности в... как это называется? В эфироскопическом рисунке. То есть они как раз проходят по тем местам, где были премы проводов, и поверху, где проходят они над пальцем, волосяные луковицы... Ну, я так понимаю, что умерли, и больше людьми не растут. Плюс также я уже объяснял, что у меня деструкция с половиной тела, которая была диагностирована и в СИЗО, и на крупной версии. Плюс у меня осколки зуба и... СИЗО 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 СИЗО